Уже продумала, как я лечу в Индию, как я с ним знакомлюсь. Я уже там продумала вообще все ходы, что всё. Не хотя бы просто познакомиться с актёром, я его найду. Я даже знаю, в каком городе он находится. Фильм индийский, я уже не помню название фильма. Так. И забыла, в общем. То есть я сначала написала, а потом забыла. Потом такая... А, хорошо. Но её ещё нет, он скоро приедет. Так, отвлеклась чуть-чуть, и ещё это лагая на плену эфир. Смотрю всё время. Подождите, восстанавливается. И забыла про это, в общем. Подсадила маму на этот фильм, она тоже такая... Он просто нереальный красавчик, такой классный, такой классный. Я забыла про эту тему. Я эти чувства, вот когда смотрела фильм, прям прожила. Как будто мы уже с ним знакомы, как будто мы уже встретились, как будто мы уже это... И я настолько такая счастливая ходила, вот вы даже не представляете, у меня такая эйфория была, вот, ну, месяц, наверное. Ну, чуть меньше месяца. Проходит три недели, четыре. Наверное, всё-таки меньше месяца. И я лечу в Таиланд. Прихожу на дискотеку. И вижу его. У меня вообще просто... Вижу его. Прикиньте, как реальность вообще вот так вот щелкнула. Я выхожу танцевать на танцпол, он танцует. И самое что интересное, он смотрит на меня, не отводя глаз. Просто смотрит, не отводя глаз вообще. И подходит ко мне. И на английском повторное подключение. Всё время телефон мне показывает. Я не знаю, почему. Я блокирую себе интернет, чтобы поделиться, рассказать. Короче, он подходит со мной знакомиться. Я не могу... Как обести можно этот эфир? Он отключается всё время, как только рот раскрывает. Это в реальности. Он подходит ко мне знакомиться. Прошло меньше месяца. Как я посмотрела его фильмы, там прожила все эти чувства, эту гамму чувств. Я просто ходила в такой эйфории. И я английский ни хрена не знаю вообще. А он хорошо говорит на английском. Я не знаю, как. Ну, мы провели весь вечер очень классно. Натанцевались, наобщались. У меня откуда-то в башке появилось знание английского языка. Я вообще не понимаю, как. Но я болтала на английском без остановки. Болтала на английском вот настолько без остановки. Вы даже вообще не представляете. Откуда он взялся в Майкл Вей, я не знаю. Вот, и потом мы еще пообщались с ним три недели. Но это был не тот актер. Это была просто его копия. Я ему на второй день говорю, слушай, а ты знаешь такого актера? Он такой, да, знаю. Все меня с ним путают. Я типа его копия. А он, короче, известный, известная модель Индии и тоже актер. И он говорит то, что все говорят, что я на него похож, и всегда берут у него автограф, путаясь с ним. Я, короче, вообще офигела. Точная копия. Блин, эфир бесит. Точная копия. Короче, я себе наколдовала. И у меня вот с ним вот эти чувства, гамму чувств, которые я проживала вот несколько недель виртуально сначала, да. Я просто с ним общалась. Мы виделись там, ходили на дискотеке, там гуляли. И у меня такие же чувства были. Боже мой, как классно было. Потом мне нужно было уезжать на Бали. Ну, я жила на Бали тогда. И приехала просто отдохнуть в Таиланд. А он в Индию поехал. Говорит, ну, давай встретимся. В Индии приезжай, короче, ко мне в гости. И я такая, блин, все, собираюсь в Индию. А потом, ну, что-то время прошло, я уже поняла, что ну, нафиг, не надо, не хочу и так далее. Но сам факт остается фактом, то, что наши чувства материализуют, блин, в реальности вот все, что мы чувствуем. Это один из подтверждений фактов, которые ты сегодня вспомнила. Я вообще просто офигела. Это подсказка к тому, что вы хотите получить. Возьмите сейчас, получите, прочувствуйте. Я не знаю, завизуализируйте. Ну, визуализация, видите, она, вот я в прошлом эфире вчера говорила о том, чтобы получить этот объект желаний. И как бы там фокус внимания на другом. А здесь просто осознать, что эти чувства нужны здесь и сейчас, чтобы желание вообще у вас отвалилось. И как бы вы такие, а, ну, ладно, для меня внешние факторы не обязательны. Я могу испытывать гамму чувств здесь и сейчас. И не обязательно этого ждать 10 лет, добиваться там или еще чего-то. Но потом уже априоритно эти чувства, когда вы их не ждете, они вам не нужны, и тогда сбывается ваше желание. То есть ваш букет чувств, который вы испытываете, он материализуется в определенный, там, не знаю, объект вашего желания. Так что вот такие дела. Блин, ну я, конечно, в шоке. Вот я сейчас вспомнила такая, думаю, ничего себе. А мне навеял сейчас сериал турецкий. Турецкий. Я вдруг что-то его включила вчера. И вот сегодня вторую серию посмотрела. И увидела, что этот актер турецкий, похож на индийского. И я что-то о нем вспомнила. И как бы, блин, видите, как реальность складывается. Такое очень интересно. И я сейчас хочу разогнать. Блин, да что это с эфиром? Вообще прям невозможно. Какая-то хрень. Ладно, тогда я не буду говорить, раз он меня отключает. Я почитаю, что вы тут записали. А что вы все не спите? 100 человек в эфире. Спасибо, что делишься с нами. Ну да, мне хочется. Я не могу не делиться, переполнить. Но мне чувства переполняют. Не хочется делиться. Мне просто вообще по кайфу. Говорить, что-то рассказывать о своих он-сайтах. Так, где можно посмотреть эфиры? Я уже сказала. То, что на YouTube буду грузить. Но вот то, что смогла записать. Я думала, уже не выйдешь в эфир. Какая-то красивая. Спасибо. Я вообще сегодня и вчера даже не могу вне. Я не могу вне. Продолжение следует... 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 Вот это вот бесит, я его, короче, на скорости двойной смотрю, госпожа Фазилет, её дочери, ну это турецкий. Вообще не знаю, разгрузить мозги просто его включила, ну как обычно, про любовь, я в других фильме не смотрю, у меня всё прилипало. Я так себе мужа придумала, он прям такой же материализовался, каким я его видела у себя в галереи. Ксения, вот точно так же, как я материализовала мужа, короче, после острова я приехала, понимая, что всё, короче, пора, мне замуж. Я взяла листочек, нарисовала карандашом, даже прическа у моего Дэна такая же, как я нарисовала карандашом мужа, это капец. И полностью написала всё, что я хочу видеть, ну это же, когда я писала всё, что хочу видеть, эти чувства, которые я испытывала, они же есть во мне, я увидела просто себя в зеркало, и офигела, я такая, ну нифига себе, вот вам и способ материализации, очень классный. Про брюлики свои расскажи. Ой, а брюлики, ну я просто хотела брюлики, и тут, короче, мне их начали дариться, вот кольцо с изумрудом ещё. Такое, Оля говорит, 8 тысяч долларов, вот это она мне подарила кольцо, а вот это она сказала, просто потаскаю, потому что всё, что я одевала до этого, всё у неё купили. Я такая, хорошо потаскаю, короче, всё время таскаю разные бриллианты на разные суммы денег для Ольги на продаже, просто потаскаю её, у неё покупают. Как я безумно благодарна тебе за твои эфиры, сегодня осознала долг на 700 тысяч рублей, мне его списывают. Да ладно? Так, Юля, короче, в личку, пожалуйста, напиши подробности, я выложу в чат или сюда отзывы, люблю такие, прям, как это у тебя списывать 700 тысяч, что ты там осознала, поделись с нами. Мне не хватает ещё 20 миллионов на квартиру, или 19, мне надо срочно тоже материализовать, давай вдохнови нас. Подвисать немного, да, у меня всё время требует, подождите, загрузка интернета. Когда закрытый чат, планируете открывать? Я его уже сегодня открыла, уже дикше отвела, уже поболтала, у меня в закрытом чате две девочки. Вот, я только его открыла сегодня, сразу это... А, закрытый чат открывать? В смысле, вообще, его сделать просто открытым, но у нас открытый есть, мы же заходите, общайтесь, мы общаемся каждый день, там, ссылка в профиле у меня на открытый чат есть. А закрытый будет закрытым. Так, также материализую всё, что потом запоминается. А по течению ничего не помню. У меня последние пару дней после двух ночи такие идеи трансформации происходят, а днём тишина. Ну, Олеся, классно, а у меня под вечер и ночью тоже, и днём хожу такая балалайка. Я сейчас смотрела видео песни «Самоизоляция. Смеюсь и радуюсь». А, да, посмотрите, я вчера выложила, блин, в сторис «Самоизоляция». Ну, такой классный вообще клипчик. Нелли, ты интересная, да. Я интересная, и самое, что интересно, эти чувства вы чувствуете по отношению ко мне, но они в чьём теле происходят? В вашем, поэтому кто сейчас интересный? Вы обратите внимание на свои чувства, что это ваше. И, как бы, ну, классно же становится от этого, когда вы на себя обратили внимание ещё из-за того, что вы интересны. Разглядите себя в окружающих. На границе с Пакистаном очень красивые люди. Блин, я сейчас везде начала красивых людей видеть повсюду вообще. Раньше я думала, за границей все красавчики, а у нас в России никто. Но сейчас смотрю, глянь, все такие красивые. Вообще не красивые. Я сотворила себе работу, знала, для чего и сейчас мне тяжело на ней работать. Так, меняем, значит, поменяйте работу, на которой будет легко. Нелька Радость. Вот создаёшь платный канал, и нас будешь отделять вниманием и суперэфирами. Нету 150, пока ещё не научились создавать, получать. Ну, я поэтому и отделяю, чтобы там была маленькая группка, а как бы эфиры прямые никуда не делись. И чат, общение, в котором я зависаю каждый день, с утра до вечера, и все, если задают вопросы, всегда на них отвечаем. Он никуда не девается, поэтому не надо. Просто мне надо поиграть в такую игру, если коронавирус, это такая хрень, что мы себя ограничиваем. То я хочу проиграть эту игру осознанно в ограничение. Где я могу себя ограничить? Я ничего лучше не придумала, как ограниченный чат, потому что не хочу в другом ни в чём себя ограничивать. А надо осознанно, если нашли в себе какое-то чувство, ну, как-то в него поиграть осознанно, для того, чтобы неосознанно оно вот так вот вирусами не проявлялось. Ну, это как бы моя вера, да, моя правда, и мне как бы кажется, что для меня сейчас это правильное решение. Поиск соединения меня и моего индуса лагав тоже сегодня. Ой, я не помню фильм. Тайгер Шаров вспомнила актёра. У него три фильма было на тот момент. Может быть, в течение этих пару лет у него вышли ещё какие-то фильмы, не знаю. Тайгер Шрофт. Шрофт. Или Шрофт просто. Тайгер Шрофт. Блин, сейчас наберу. Тайгер Шрофт. Нифига я вспомнила. Да, Тайгер Шрофт. Сейчас. Сейчас, сейчас, покажу. Покажу этого красавчика. Какое у него тело шикарное. Блин, сейчас посмотрите. Вот такое тело. Фокус не наводится. Ладно. Сейчас вот другие фоточки покажу. Ну, сами там, короче, доберите. Правильно красивый. Бля. И я встретила его точную копию. Его путают с ним. И такой красавчик на меня обратил внимание. Понимаете? Потому что я на себя обратила внимание. И я считала себя, блин, королемой. И поэтому такие красавчики тоже обращали на меня внимание. А я вообще люблю красавчиков. У меня Дэн красавчик. И, блин, я очень люблю красивых мужчин. Тайгер Шрофт. Однажды я... Мне, честно, очень стеснительно. Я не знаю. Когда выхожу в эфир, у меня столько стеснения, которое нужно выплеснуть и накопилось за всю мою жизнь. Боже, бай. Я так выплескиваю. Однажды очень хотела пойти на концерт. Мне было на это денег. Вечером меня подруга позвала в ресторан. Пригласила, чтобы как-то можно было меня развеселить. И там я познакомилась с гитаристом известной группы. Видишь, как Елена. Круто. Даже в очкарик оказался, как я видела. В очкарик. Что это? А потом мы еще жили в одной и той же квартире, но в разное время. А, это ты, Ксении, рассказываешь про того, как встретилась. Классно. У меня почти четыре ночи после двух дней с тобой, моя реальность изменилась. Полтора года одна. Сегодня написал парень. Мы просто переписывались весь вечер, а так я не смеялась. Вообще лет пять. Круто. Классно. То есть сначала мы чувствуем здесь те чувства, которые спрятаны за нашими желаниями. То, что мы очень жаждем получить. И поэтому все внимание там. А там это там. Там это не здесь. Поэтому мы не удовлетворены. Но поняв, что материальный объект наших желаний, это всего лишь набор чувств, не проявленных внутри. И если мы их сейчас можем себе дать, то нафига нам это желание? И мы даем. И, блин, о чудо! О чудеса! Эти желания начинают проявляться. Но посыльный вам эти желания донесет, посылочку эту вашу. Если вы будете находиться в себе, здесь, сейчас, если вы есть, а вы есть только в одной точке, сейчас, и чувствуете себя, кайфуете от себя. Да, может, и не кайфуете, злитесь, пофиг, если вы уже внимание на себя обратили, вы есть. То есть этот подарок сразу до вас доходит. То есть вы должны находиться в состоянии «я есть». «Я есть». Блин, классное состояние. Ну и при этом чувствовать то, что вы хотели бы почувствовать, спрятанное за объектом вашего желания. Можно в два предложения просто эту истину обуть, одеть, и всё. И как бы ваша жизнь решена, и все проблемы схлопнуты. То есть как бы вы, блин, только осознайте это, что больше ничего не нужно достигать. Что вы волшебники, что мы волшебники, нереальные просто. Я очень долго шла к себе, пыталась осознать, как я это делаю. Но вот как я это делаю? Как я исполню? Я вот так вот желание. Блин, когда до меня допёрла, я реально, я была в шоке. Я до сих пор пребываю в таком шоке, потому что мне материальная действительность сейчас полностью, вот мне прям расклад такой жизненный, знаете, как говорят, там, за секунду до смерти, ты всю жизнь как в замедленной съёмке просматриваешь. И я вот тоже за несколько недель последних, может быть, там, месяц просматриваю свою жизнь и офигеваю от того, что, ну, все мои чувства были подтверждены материальной действительностью. Все. Вот что предшествовало тому, чтобы что-то там случилось. Проблема, либо хорошая, подарок, либо убыток, кофиг. Оно всё соответствовало моим чувствам на тот момент. И это, блин, вообще нам... И потом я ещё взглянула со стороны на все учения вот эти вот. То, что говорит один, то, что говорит третий, пятый, любую книжку возьми. Все об одном и том же. С разных сторон заходят, и я только поняла это. Вот сейчас вот любую книгу можно взять, и просто там про это же написано. Или это у меня реальность поменялась, что я просто теперь вижу, что все книги переписаны, и все люди уже давно про это говорят. То ли что. Короче, очень классно всё. Ой, я весь день жду твоих эфиров. Так, ну, сегодня я занималась писаниной своих чувств. У меня их много. Вот, чуть рисовала графики. И, короче, я сегодня была весь день в себе. Разбирала себя. И поэтому, ну, что-то было не в эфиров. Ну, вот, вдруг на ночь глядя вспомнила случай, как я познакомилась с копией Тайгера Шарофа. Блин, захотелось поделиться. Как зайти в чат? Ирина, все ссылки в профиле в Инстаграме. Там у меня ссылочка на меню. Заходите в меню, и там есть телеграмовские все ссылки. Канал такой, канал сякой. Вот там всё-всё-всё есть. Ютуб канал, ВКонтакт. Что вы хотите. А я стала заниматься с девочкой просто так, из Германии. Она мне предложила платить. Отлично, Марина, принимаем. Если тебе хотят дать, позволим насладиться тем, что они хотят. Дай им выполнить их желание. И твоё одновременно тоже взять. На Ильесе зрение падает. Как можно восстановить? Спасибо. Ну, здесь, ну, куда ты не хочешь смотреть? Ну, ты не хочешь смотреть, конечно же, на себя. Если мы сейчас говорим только о себе и про чувства, то ты вовне смотришь, да, а не видишь себя в этом. То есть тебе кажется, что ты это вот здесь, и то, что в твоём теле, и тело это ты, а всё вокруг это типа не ты. Но когда у тебя это будет не на уровне мозга и знания, что весь мир, это моё окружение, моё продолжение, а на уровне чувств, что ты будешь чувствовать, тогда у тебя зрение будет восстанавливаться, потому что сейчас ты намеренно себя отключаешь от внешней действительности потихонечку, да, для того, чтобы заглянуть в себя. Когда ты будешь в себе, то есть здесь сейчас, это вообще, вот я не знаю, это лекарство от всех болезней, наверное. Просто сегодняшнего дня, прям с этой точки здесь сейчас, мы живём здесь сейчас и наблюдаем свои чувства рядом с этим апельсином, что я чувствую, когда я смотрю на этот апельсин, что я чувствую, когда пью воду, что я чувствую, наблюдаем за своими чувствами, какие чувства вызывает каждый человек, каждая кошечка. Я сегодня поговорила о любви, сделала дикшу любви, вернее, движение сердца по-новому, да, коллективно, бесплатно всему каналу МЖ, кто был онлайн, 15 часов, кто зашёл, и я почувствовала такую любовь, капец, у меня прям это, внутри бабочки летали, и сердце замурлыкало. Я вышла на улицу, и до меня доскребались две кошки, они прям, давайте реться, мурлыкать, вот прям материально, действительно, сразу подтвердила. Я ещё пост написала потом про любовь, что вы скажите, как вы себя любите, посмотрите в зеркало, и вам же это сразу традиция. Я такая подошла к зеркалу, я так себя люблю, вышла, и мне кошечки сразу подтвердили. Ну, то есть вовне будут подходить к вам и говорить, как они вас любят. Если вы начнёте, ну, обращать на себя внимание, да, и говорить, я себя люблю. Но люблю это внимание на себя имеется в виду, просто смотреть. Вот. Я сегодня видела красивого и чистого бомжа. Марго, а зачем вы наделили человека бомжом без определённого места жительства? Зачем вы это делаете? Наверное, вы себя потеряли, и свой дом внутри. Вот. Вы, наверное, привязались к какому-то материальному объекту, недвижимости, к складу вещей, называя его домом. И забыли, что дом – это там, где вы есть, и ваше тело – это ваш дом. Где бы вы ни находились, вы всегда у себя дома. И вы думаете... Вот я сегодня рассуждала, какие чувства я испытывала, если бы у меня была квартира собственная. Хотя у меня их уже, блин, дофига, но я что-то хочу ещё одну. Вы вас спросите, хотя сегодня я уже поняла, что я уже не хочу, потому что все чувства уже прожила, и мне уже и так хорошо. Ну вот, я когда эти чувства в себе разбирала, какой запах, я поняла, что чувство квартиры типа мне будет давать свободу. И потом я вспомнила, что я всё время говорю, что деньги – это не свобода, как вы их наделили, потому что если вы хотите денег, вы уже зависимы. Ну, как можно быть зависимым и свободным одновременно? И поэтому я поняла, что я завишу от квартиры, и ни хрена там не свободная. И вот это чувство свободы, наоборот, противоположное чувство от зависимости. И вы где-то привязали, значит, Маргарита к дому. Марго? Да, Марго правильно сказала. И тут взяли человека, человека неизвестного, чистого и красивого, наделили бомжом. Ну это надо же, ну это ваше внутреннее чувство. То есть вы сейчас заметите, как у вас меняется состояние. До этого вы видели просто бомжа, почему-то вы так решили, что он бомж, да? Или он вам справку показал, что он бомж. Или может он к другу пришел, который на улице живет. Я не знаю, как вы это вообще определили. Но если вы поймете, что это ваше отражение, и бомж в данный момент вы, и вы свободны, уже у вас состояние поменяется. Ну, короче, к чему-то вы его видели. Так. Как материализовать нужную сумму? Вам не нужную сумму денег материализовать, а то, что вы на эти деньги хотите. Вспомните, опишите, какие чувства вы хотели бы испытать на самом деле. Какой букет чувств, там не одно чувство, не два, не десять, наверное, целый букет. Какие чувства за вашим желанием стоят? И дайте их здесь, сейчас. Вы можете их вспомнить, почувствовать. А если вы их не испытывали, то можно пойти, ну, например, кто в квартиру хочет, может пойти с риэлтором и побывать в этой квартире, ощутить, походить в ней. Кто в машину, там, хочет определенного маркета, идти на тест-драйв. То есть, того чувства, которое не хватает, вы можете создать искусственным путем. Хотите шубу, представьте, что вы в этой шубе уже, как вы себя чувствуете. То есть, проживите эти чувства, они уже доступны. Если вы хотите быть классной и красивой, осознайте, почему вы не классная и не красивая. Что за недостаток у вас такой классности и некрасивости? Что такое красность? Просуждайте, что такое красивость для вас? Неужели вы не классная и не красивая? Когда вы поймете, что это у вас уже есть, вы эти чувства уже почувствуете. То есть, вам нужно чувствовать, знать, ну, что именно это такое вообще за чувство. Чувство красоты. Я буду тогда красивой. Волосы покрашу свои, тогда я буду красивой. А сейчас что, стрёмно, что ли? Ну, может быть, даже стрёмно. А что такое стрёмно, допустим? Ну, начинайте рассуждать. То есть, каждое слово пробуйте на вкус вообще. Чем вы это слово наделили, никакими чувствами и копайтесь вот в этом. Оно, если вообще не пробивает, то идёте в магазин и меряете эту шубу. Вот она тогда вам уже даст чувство, когда вы её искусственно уже попробуете. И когда только вот эту важность снимете с вашего желания, поймёте, что на самом деле вы не шубу хотите, попросите, чтобы вам тепло было, хорошо, уютненько, чтобы на вас глазели. А нафига на меня глазели? А может быть, я хочу внимания. А кому на самом деле я хочу внимания? То есть, порассуждайте и поймёте к тому, что нафиг деньги вам не нужны, и вообще ни одно желание. Вы чувств хотите. Но когда вы себе уже даёте, то есть, если вы живёте не из недостатка, то есть недостаток порождает недостаток. Вечное желание чего-то, не понимая нафига, это недостаток, понимаете, у вас внутри вот этих чуд, которые недостаёт, они порождают этот недостаток. Но когда у вас уже есть, то это материализуется. Нелли, ты влюбилась в себя? Блин, да, конечно. После твоего движения... Да, чё, чё, мне язык вообще не швейцов. После твоего движения у меня была ночь, и я просто сразу уплыла и выразилась. Меня как будто унесло куда-то, я видела очень странные сны. Марина, если вы помните, запишите их, очень интересно. А, вы любите? Ну, заснула, класс. Бывает и такое. Я никак не могу понять, как включить желаемые чувства. Вам нужно написать в список, что мне даёт это желание. Там будут шаблоны мышления. За каждым шаблоном мышления тоже чувства скрываются. Когда вы их раз создаёте, эти программы, вы понимаете вообще, что это такое, вы прочувствуете это. То есть вам нужно над тем, что вы хотите, вот как я описала, например, я хочу почувствовать красиво себя, удобной, мягкой, чтобы мне было уютно, чтобы на меня смотрели, чтобы внимания мне уделили. Я хочу быть там крутой, такой-сякой. И когда вы эти слова написали, вы должны их понять, чем вы их наделили. Каким явлением это слово является, что это такое, что такое для вас красота. Рассудите, рассуждайте, то есть говорите про это. И поймёте, что красота – это вообще не то, что вы думали на самом деле. И что и внимание это внешнее вам не нужно. Себе его забыли дать. Короче, всё об одном говорим. Всё говорим о себе. То, что нужно найти себя. Но любой поиск – это уход от себя, потому что вы уже в себе. Блин, никуда идти не надо. А где Оля? Оля на тантре уже третий день. Я пока не могу осознать свои долги. Долг быть здесь и сейчас. Это единственный долг. А как ты считываешь информацию с человеком? Вообще ты осознанно это делаешь, когда консультируешь? Ну, конечно, осознанно. Посмотрите видео про телепатию. Ну, типа того, короче. Сразу приходит информация? Да, сразу. Ну, потому что настроиться на чистоту человека, блин, это легко. А если блоки в теле у человека? А, ну тогда мне нужно на это минут 20. Я как раз это делаю на сеансе, который 30 минут делаю. То есть сеанс 30 минут, и мне нужно минут 20 рассмотреть его, ну, блоки внутри тела, да, и болячки, и какие-то проблемки с телом. А долги растут, проценты бешеные. Приходится всю зарплату спускать на покрытие долгов. Ну, потому что к себе задолжали. Целый список себя и внимания к себе. Вы сколько всего задолжали? Все, что вы хотите, вот все, что вы хотите, честно себе напишите. Я хочу там покататься на яхте, я хочу машину, я хочу квартиру, я хочу там быть свободным, быть счастливым. А что такое счастье? А что такое для вас свобода? Какие там чувства кроются? Вот их и задолжали все эти чувства. А что кроется за яхтой? А когда я буду кататься, что я буду испытывать? Вот все вот это вы себе задолжали. Это и есть ваши долги. Ваш вечный недостаток, вы думаете, что внешние источники, любые ваших исполненных желаний вам принесут там счастье, любовь, кайф и чувства? Вы думаете, да? На самом деле это просто подсказка, материализованное ваше чувство. Но если это чувство вы не испытываете, то как это может материализоваться, понимаете? Вот в чем затык. Надо их сначала, эти чувства себе дать. Как через чувства стать успешной в бизнесе? Представьте себя успешной, что вам это даст? Слава, богатство, внимание, деньги, бла-бла-бла. Там целый список. Потом каждое расписываете. А это что даст? А это что даст? А это что даст? А это для чего? А тут что я буду испытывать? А тут что буду испытывать? Понимаете? И начинаете копать. Я заразилась коронавирусом. Заметила программу «Не жить», так как не радуюсь. Как начать радоваться? А что для вас жизнь? Разберите вообще. Что такое для вас жизнь? И там, наверное, будет опять большой списочек. Коронавирус? Что такое коронавирус вообще? Это стеснение в рамке. И разберите вообще, что для вас коронавирус. Помимо нежелания жить. Я смотрю на тебя, до меня дошло. Почему? Я чувствую интересы, притяжение. Ты мне напоминаешь парня, 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 блин, в которого я очень долгое время была влюблена. Долгое время круто так прям озарила меня. Кристина. Но меня еще никто парнем не называл. В следующий раз накрашена из прической. Мне уже не сравнивали с парнем. Здравствуйте, мама. Доче надо привет говорить. Ты что? У меня вот Светлана Камча, мама в зеленой курточке, аватарчик, написала здравствуйте. Здравствуйте, приплыли. Доча башет вам привет. Мне бабушка раньше рассказывала, она жила там в Москве. Мама сейчас поражет, наверное. Короче, там была какая-то у них соседка во дворе, и дети когда гуляли внизу, она кричала. Очень интеллигентная семья. Ребенку года 4-5. Ребенку маленькому. Они играют там в песочницы. А мамаша была очень интеллигентной. Очень. И она кричала с балкона каждый день. Рапик, идите пить кофе. Вас ваша мама зовет. Вот так вот. И бабушка все время повторяла, и мы просто рожали, за каждым обедом вспоминая этот прикол. Лет 10, наверное, вспоминали. Вот мне сейчас мама, типа какая-то тетка сейчас. Нэри, здравствуйте. Вам говорит ваша мама. Привет. Мама протроллила. Блин. Мама не ругай. А если астигматизм раздваивается, так, нечеткая картинка, я понимаю, что у меня фокус внимания размытый и двоится на этом. Фокус внимания. На чем у вас фокус внимания? Вы хотите фокус внимания на одном, а у вас на другом. Вы хотите на том, что у вас есть, на желание, а фокус внимания на недостатках. Вот и все. У вас фокус внимания, ну, не там, на больных детях, да, фокус внимания. Я вот такая хорошая, занимаюсь благотворительностью, помогаю там бездомным, обездоленным. Я не знаю, ну, конкретно, как у тебя, Елена, да, но вот к примеру, фокус внимания, что я такая классная, я хорошая, я такая прям помогательница. Но фокус внимания на этих больных детях или там обездоленных порождает их. То есть вы своими чувствами наделяете людей бомжами, бедными, несчастными. С чего вы взяли, что им так плохо, им нужно помочь? То есть вот у вас и раздвоение. От одного предложения, ну, как сложно сказать конкретно. Нелли, это элемент дикши? Не, вообще к дикши никак не относятся. Я открываю свое сердце для любви, и все частички моей души пусть посоединяются, а то, что не мое, пусть отправляется в свою реальность. Я не знаю, разве есть в вашем мире чего-то не ваше. Сомневаюсь. Ну, как бы, может быть, вы наделили чего-то свое не своим, вот, но в моем мире ничего нету не моего. Поэтому я как бы даже вообще представить не могу. А дикши – это не когда ты себе там чего-то раскрываешь и наделяешь чем-то светом, там, каким-то. Это вообще процесс, когда учитель передает ученику чего-то. Это работа, где нужно обязательно проводник и человек, и источник. Это трио. То есть это такой процесс взаимодействия с другим человеком. Вот, когда вы сами, ну, как бы, это не то. Это вообще не так. Хотя я вообще дикше сейчас не занимаюсь. Даже вопросы задаю в чате, какие мне волнуют. Как здорово, что даже писатель надо. Вот, обленились даже писать. Если у меня нет зуба, я хочу новый. Я знаю, почему его хочу. Это же не от недостатка. От недостатка вы же сейчас. Внимание на том, что у вас его нет. Я тоже замуж хочу. Подскажи, как разобрать это желание, пожалуйста. Так, я уже выше разобрала. Ты такая лапочка, но с другой стороны я тебя боюсь. Ленечка, ну, вы себя боитесь. Как-то ты отвечала на мой вопрос и начала говорить о том, что было вообще не связано с моим вопросом, с моими страхами. Ты круть. Я немножко не поняла. Начала говорить о том, что было вообще не связано моим вопросом, с моими страхами. Ну, так, может быть, это и была часть вопроса. Просто вы смотрите с одной стороны, а я... Почему меня такой странный считает? Я смотрю с другой точки обзора на это. Ну, как бы вы в этом... Вы ожидали какой-то ответ, наверное, ожидаемый, да? А я вам, бац, по-другому сказала. Ну, это, скорее всего, тоже был ответ. Раз вы это услышите. Что-то у вас грандиозное произойдет, я чувствую. Я вот не то, что чувствую. Я прям знаю, что с завтрашнего дня, я еще месяц назад знала, и неделю назад знала, что у меня с понедельника что-то будет. Причем я это все сильнее и сильнее чувствую сегодня, прям в таком странном состоянии нахожусь. Я не знаю, что. Добрый вечер, приятно слышать тебя, Мэль. Я переживала два дня, проработала это. Сейчас живу здесь, сейчас, но почему-то опять начинаю думать об этом. Почему? Уже даже стараюсь забыть. Но недоработали. Что вам мешает наслаждаться сейчас? Какие-то недоделанные дела, какие-то недоделанные желания. Значит, в этих желаниях недорыты ваши чувства. То есть вы не осознали до конца, какие там еще чувства лежат, которым вас тянет туда сейчас, к этим чувствам. Не все раскопали, скорее всего. Босс, женщина, сперва, пока крови не напьется, не успокоится, орет, унижает, то зеркалит. Вы пока у себя крови не напьетесь, не успокоитесь, не наорете на себя, не унизите и, короче, дальше не пойдете. Я когда тебя слушаю, офигенное состояние. Думаешь, фигня, сейчас так пойду, как все прочувствую, как сменю точку обзора. Приходит время после эфира, и я как будто все забываю. Делайте рефлексию. Это самый безобидный, самый прогрессивный, самый крутой метод на сегодняшний день, который я знаю. Рефлексия. То есть вы послушали, берете видео и записываете. Мы специально этот канал сделали. Вы для себя пишите. Не надо в мой канал это пихать. Но я его сделала хоть как-то питать людей, которые в этом канале бесплатно просто заходят и друг друга слушают. То есть вы послушали этот канал, был прямой эфир, сразу человек 20 зашло. И то, что услышали, то, что увидели, начинают повторять, рассказывать, пока говорят. Ну, неровные связи укореняются. Понимаете, мы такие люди, которые недаром в школе, почему учителя рассказывают, говорят, блин, давайте конспект, конспект, конспект. Забываем до 80% информации вообще через неделю, а улавливаем там из 100%, не знаю, сколько, 60, да. Потом из этого остатка на следующий день еще 10% информации. А если вы это проговариваете, еще и на себя смотрите, двойное комбо. У вас еще пока во время проговаривания уже инсайтов там 100-500 сверху. То есть вы поняли одно, проговорили это, и такие, вау, еще, еще, еще. Но вы же это не делаете. Причем, Лена, это ты вот мне написала, да, бить тебя скоро тапком, буду ментально, нашлю на тебя этих вчеравых свиней. Ты у меня во всех чатах, я тебе уже лично тысячу раз говорила, рефлексия. И ты мне один и тот же вопрос постоянно задаешь, почему у меня все забывают. Да действительно, почему? Нарать на тебя надо, что ли, я не знаю. Ой, Нелли, детка, привет. Молодею, потому что детка уже. Я осознаю все, что ты говоришь про деньги, но. Опять но. Вокруг люди, которые кричат, что ситуация в мире, денег у людей нету. Вы это слышите, потому что это вы так считаете. У всех проблемы, бла-бла-бла, что я себе кричу, потому что вы зациклились на деньги, признайтесь себе. Да, я зациклю на день, на деньгах. Да, у меня их не хватает. Да, у меня не хватка. Да, я признаю. Признайтесь уже себе. А то это никак не признаете. Типа, у меня все хорошо. Но, блин, в глубине души на самом деле-то я тоже всегда хочу денег. И побольше, и побольше. Я признаю. Это нормально. Признаете. Вы хотите денег. И их всегда мало. Каким бы вы там миллионером бы не были, их всегда хочется множить. Но признаете это себе. Но вы не признаете. Это вот сторона, которая ваша просится наружу и кричит на вас уже со стороны. Ты сегодня особенная, нежная, женственная, романтичная. Каждый эфир это слышу. Я так кайфую. Класс. Ничего личного. Просто делюсь. Олеся, вы сегодня очень нежная, женственная, романтичная. Эти чувства, которые вы чувствуете сейчас, глядя на меня, они открываются в вас. Это классно. Где внимание, там энергия. Да. Это я все с коронавирусом. Вот если нет желаний, нет радости. Для чего жить? Вот поэтому и коронавирус. Потому что нет радости, нет желаний. Нет ничего интереса. Чувствую себя в программе ни жизни. Ну, если вам неинтересно жить, ну, как бы давайте, ну, как бы в забвение рождайтесь, там, может, у вас повеселее семья будет. Эх, наконец-то попал на твой эфир. Все видосы посмотрела. Классно. Ой, у меня там очередь еще из 15 видосов. Даже не считая, если те, которые не записались, было бы 20, наверное. Я с самого начала эфира сижу в кайфушках. Посмотрите в YouTube-канал Джули По про лже-коронавирус и все четыре счастья. Не охота. У меня вот в своей эфире сейчас столько, что я не хочу отвлекаться. Запустила импульс желания к тебе попасть. Класс. Попадешь, прочувствуешь, что ты уже и так со мной, и куда тебе вообще идти. И так классно. Ты все знаешь. Скажи, ты рассказывала про чувство голода. Я хочу чувство наполненности. Не понимаю, как его себе дать. Ну, я там все сказала. Я даже уже не помню, что я сказала. Когда вы хотите есть. Когда вы захотите есть. Не сейчас, а когда вы прям есть захотите. Запишите все ваши ощущения. Потом будете кушать. И кушайте с листочком и с ручкой. И еще раз запишите эти ощущения. А потом, когда объедитесь, запишите еще раз все ощущения. Пускай у вас там ощущения 50 будет разных. И потом зададите мне личный вопрос в прямом эфире в следующем. Ну, и вам, наверное, уже будет что сказать. Вчера смотрела ролик про миллионера, который кормит бомжей. Содержит ночлежку, в которой он сам когда-то ночевал. Спрашиваю себя, о чем это мне. Правда, сидела и рыдала над этим роликом. Я тоже такие смотрела. Ну, что-то вы себе говорите. Этим роликом. Сколько раз в день вы записываете свои чувства? Блин. Мне кажется, я сегодня их делала каждые 10 минут. У меня тут много листочек, на самом деле. Мелким почем. Что-то даже я не записывала, я сегодня обговаривала. Ну, у меня на марафоне просто мы начали на деньгах 22-го числа. И вот прям какая-то привычка прям вообще осталась. Не знаю, на долго ли. Нашла противоречивые чувства в одном желании. Что с ними делать? Объединять в одном? Да, конечно, зачем их разделять? И Бог увидел Землю. Когда? Когда было ничего, и Он увидел что-то. И разделим на Землю, и небо, и там еще воздух. И как бы зачем объединять, когда мы Боги различаем, наделяем, обозначаем и даем название. Поэтому очень классно идти, идти, чувства себе дать. Сегодня я тоже решила сидеть и описывать свои чувства. Кстати, предложение о деньгах я решила попой вернуть под музыку на деньги. Ну, классно. Я сегодня, кстати, тоже включила музыку и потанцевала. Не знаю, пришли мне деньги или нет. А, пришли, да. Сегодня мне пришло. 1020, наверное, пришло. Короче. Я тоже ей навертела. Нелли, добрый вечер. Как перестать чувствовать чувство вины от того, что что-то не делаешь? А вы трансформируете программу делать-не-делать, работать-не-работать. И поймете, что когда вы ничего не делаете, вы работаете. Вы даже сидите, вы работаете и делаете что-то. Вы сидите. Что вы делаете? Сиди. Сидим. Что вы делаете? Стою. Но вы же это тоже делаете. Ничего не делать такого не может быть. Ничего – это тоже что-то. Поэтому если вы ещё глубже копнёте, порассуждаете, то вы поймёте, что вы бесконечно работаете как электровенник. Даже ночью, когда спите, мозг работает, а сердце стучит тоже. Короче, предложение получила, когда просто под музыку решила потанцевать. Класс, я слышала, надо 7 раз эфир слушать, чтоб зашло резида, я не знаю. 177 раз пишет Марина, я свои эфиры пересматриваю раз по 5 минимум тоже. Нелли, спасибо, что делишься, недавно увидела в медитации такое же колечко, как у тебя на пальце, ты почтальон. Во, почтальон, да. Кучерявый свинью на меня нашлёте, как я вижу, сразу про рефлексию вспоминаю. Ну, Елен, ну, блин, я тебя уже не могу никак, никакими средствами заставить просто. Иди в рефлексию, канал доступный. Не, 7, 7 эфирных тел, потому что все заходят. Боже, кажется, я поняла, почему это хорошо, какие нужные чувства даёт мне работа. Отсутствие денег и реализация, как хорошо, что всё так, всё так. Классно. Я вчера утанцевалась на деньги, а сегодня ко мне почтальон приходил в виде сестры, которая сказала, что у неё есть деньги, и ей хватает. А я такая заведушка, а потом бац, почтальон же, и столько радости. Юлия, а прикиньте, если бы вы ещё научились быть здесь и сейчас, то этот почтальон бы ещё до вас бы донёс, пока вы только его видите. Настраивайтесь. То есть, когда ты постоянно в себе, ты исполняешь свои желания. Ну да, конечно, а как по-другому? По-другому никак. Почтальон не донесёт подарочки до вас, пока вас нет. А на них всегда деньги будут появляться? Конечно. И тут же я скажу, не конечно, потому что многие желания не обязательно для денег. Потому что деньги – это один из способов. Сочи закрыли на карантин. Да ладно, я даже и не знала. Дочь приехала с поляны, с работы отсыпается уже сутки, в промежутках кушает и Нетфлик смотрит. Ходит счастливая. Елена. А ты почему не счастливая? Она же твой почтальон показывает тебе. Синельников, Зелан, кто ещё? Читает Джо Диспенза. Жажда к зданиям какая-то. Но кайфово получать их от тебя. Классно. Я их Ториам уже все додыр перечитала в своё время. Мне тоже очень нравится. Кстати, Синельников надо… Это мой один из самых любимых. Посмотреть, о чём он сейчас вещает спустя лет 10. Я, кстати, давно его творчеством не развлекалась. На днях, может быть. А, вру! Мне вчера Синельникова в чате скинули ролик на 10 минут. То, что он сказал, мне не вставило, короче, прошлый век. Так, может быть, это какая-то старая фринь была. Не знаю, может быть, у него сейчас какие-то новые мысленности. Как танцевать на день? Хочу, хочу. Ну, опять, 25. Что вы хотите от денег получить? Желание какое-то, да? А что стоит за желание? Ну, вы радость хотите получать? Ну, это один из букетов чувств. Вы когда танцуете здесь сейчас, вы получите радость? Ну, вот, проживите. Это просто один из способов проживать какое-то чувство. Когда вы радуетесь... Многие желания завязаны на любви, на радости, на счастье. И всё. Там даже какие-то мелочи вот эти вот меркнут. И если танец, ну, от танца вас пропрёт, просто так пропрёт. Вы прям включите громко музыку реально, и час-два потанцуете, и дома оторвётесь, вот, не как так сковано на танцах, на дискотеке. А дома, когда никого нет, да ещё перед зеркалом, да как накривляетесь. И получите эту радость, то вам уже деньги не нужны. Но если за этими деньгами, которые вы ждёте, вы хотите получить что-то такое, ну, не радость, а какие-то другие чувства, то вам, ну, может, не помочь. Я, например, думаю, зачем мне деньги? Ну, там, купить себе мороженое. А что оно мне даст? Наслаждение, да, наслаждение моментом. Как я могу насладиться моментом по-другому? Да просто выйти на крылечко, посмотреть на закат. Или потанцевать один танец. Вот мороженое уже оказалось в холодильнике за одним часом. И мне муж говорит, а ты знаешь, что я мороженое вчера купил? Ну, то есть оно вот так исполняется. Вот. Всё про деньги, всё про деньги. Да отстаньте вы от денег уже. Они вам не нужны. Синельников по телефону. Так, я Синельниковым по телефону говорила давно как-то, советовалась на тему детей. И как? А счастливил? Нелли, ты крутая, настоящая и понятная. Пошла спать с классным настроением. И я тоже пойду. Только хотела написать, что тоже никак не могу попасть к себе. К себе. В себя. И тут вопрос. Так, Стивен Валинский. Квантовое сознание. Валинский. Супер рекомендую. Может быть, читану. Я записала и прям даже, может быть, на ночь, на ночь, может быть, на ночь, читану сегодня эту книжку. Спасибо, Белла. У меня как-то не получается быть в себе. Подскажите примеры. Наблюдать себя с вопросом, что я сейчас чувствую. Я чувствую злость. Вот злая, капец. Как куда? Ну, как только вы чувствуете, что это злость у вас, и вы на себя обратили внимание, у вас уже идет любовь. Потому что любовь – это не бабочки в животе, а любовь – это просто наблюдать ваше чувство, какое бы оно ни было. Любовь, злость. Ну, любовь имеется в виду, как вы считаете, бабочки. Бабочек вы наблюдаете, кайфушки вы наблюдаете, ревность вы наблюдаете, давление, упадок сил. Пофиг, что вы наблюдаете в себе. Это все называется любовь, когда вы наблюдаете себя. Вот. Вот. А мы творим все из любви. Любовь творит все. Наши желания исполнены.